Всем привет, мои дорогие друзья! Я вам сегодня расскажу очень интересную историю. Усаживайтесь поудобнее. Все-таки за 6 лет ведения YouTube-канала я заслужил, наверное, авторитет такого честного, ну почти всегда честного блогера. И, соответственно, вот результат моего честного отзыва, когда я снимал видео на пробы про пельмени от Ларисы Гузеевой. Вы не поверите, но Лариса Гузеева посмотрела моего видео и отреагировала. Вам уже страшно? Мне тоже. Но на самом деле, на самом деле все просто. Вот результат и вот реакция Ларисы Гузеевой на мой честный отзыв про пельмени. Только теперь это вареники с картошкой. Рассказываю. Не знаю, каким образом, но мое видео то посмотрела Лариса вместе с Натальей. Лариса и Наталья, они партнеры. Я все подробно узнал. Я вам сейчас все расскажу, потому что некоторые в комментариях там сомневались, что какое отношение Лариса имеет вообще к этому производству и к этим пельменям. Прямое имеет отношение. И лепит, и рецепты, они все совместно делают вместе с Натальей. Они очень давно дружат. Это семейный бизнес. И вообще они знакомые. Дети их дружили вместе, учились вместе. Поэтому это не просто какая-то проплаченная реклама Ларисы Гузеевой, чтобы пропиарить какие-то пельмени. Кстати, которые называются круглые. Поэтому я честно тогда сказал, что это реально очень вкусно. Но это не дешево. Но я считаю, что за удовольствие нужно платить. И все-таки имя Ларисы Гузеевой тоже и стоит денег. Вот так я считаю. Это мое мнение. Конечно, пельмени, вы многие писали, что вы и сами лепите. И все. Я не леплю. Не умею. Но я с удовольствием пробую. И я перепробовал что-то, а уж не перепробовал. Ну, реально вкусно. Тут вот даже сейчас вы можете сказать, что теперь я буду расхваливать. Не буду расхваливать, а говорю как есть. Потому что теперь просто меня угостили. За мой тот честный отзыв. Теперь меня просто угостили. И я выбрал на выбор, там можно было выбрать вареники с картошкой, вареники с вишней, с творогом. И еще, кстати, у них есть фирменные пельмени, по-моему, с индейки. Да. Ну, я выбрал вареники с картошкой. Вот поэтому мы сейчас их вместе с вами попробуем. Оценим. Как есть. Как на духу. Наталья просила именно честный отзыв. А не потому, что я теперь в знак благодарности должен расхваливать. Ну, попробуем. Кстати, главный тестирующий заходит в студию. Здравствуйте. Вот этот главный человек, который сейчас будет пробовать. То, что ты как вареники с чем любишь? С луком? Без лука? Со сметанкой? С уксусом? С чем? Какая радость. Давай, иди готовься в мои руки. Давайте приготовим, потому что время обеда, хочется уже что-то пожрать. Я прямо честно, я их забрал вчера, но я вытерпел, потому что самый честный отзыв будет, когда ты их пробуешь первый раз, а не потом второй раз. И уже там изображать из себя что-то вкусное. Вот они как пришли, килограмм, так они вот у меня и лежат. Написано картофель, лук. Давайте варить. Дорогие друзья, вот вы не поверите, что нужно для того, чтобы приготовить вареники. Кастрюлька и вода. Представляете, все настолько просто, что вы даже не поверите. Все, ждем, когда вскипит. И будем забрасывать. Не забываем подсолить. Ну и лаврушечку я тоже брошу. Свою любимую, сочинскую, привезенную в Сочи. Я не знаю, может быть для вареников не надо, но я всегда бросаю. Так, может побросаем? Сколько штучек нам на мой маленький желудок? Давайте три, шесть. Посмотрите, какие они красивые. Аккуратненькие. Так, шесть, восемь. Ну ладно, десять. Все, пельменей было чуть больше. Все, варим. А я, кстати, вот не пойму, почему многие удивились, что Лариса Гузеева не может отношения иметь к кулинарии. Во-первых, вы зайдите ее в ее инстаграм. Она постоянно выкладывает, как она готовит. Во-вторых, ее супруг, который является известным ресторатором, ведущим в кулинарном, там у нее даже программа какая-то была. Поэтому, собственно говоря, чему удивляться-то? Чему? Вот. Пока готовится. Захотел с вами поболтать. И, кстати, если у вас есть что прорекламировать, показать, рассказать, я готов открыть к любым предложениям. Честно говоря, даже с подругой мы сидели разговаривали про рекламу, да? Я говорю, много к тебе приходят рекламы. У нее там подписчиков в инстаграме просто в два раза меньше. И все, у нее только инстаграм. Я говорю, странно. Мне говорят, за 6 лет, вроде бы, на одном канале 136 тысяч. Здесь 26 тысяч. В инстаграме 25 тысяч. А рекламных заказов вообще не приходят. Я не знаю, с чем это связано. Может, я как-то неправильно веду соцсети. Может быть, я не произвожу впечатление человека, который хочет зарабатывать, которому нужны деньги. Не знаю. Может быть, я неправильно это себе позиционирую. Ну, вот сколько за 6 лет? Наверное, ну, раза 3-4 ко мне обращалось. Наверное, человек 2-3 в частном порядке пререкламировать канал YouTube. Иногда вообще, кстати, делал бесплатно. Вообще не брал деньги. Потом, самое, наверное, крупное... Они ко мне обращались в 2 раза. Это компания Арктика. Это тормоза, которые производят у нас. Очень вообще крутые, я считаю. Они мне и подарки дарили, и платили мне деньги. Вот прям не стыдно было прорекламировать. Ну, еще, может быть, что-то там 1 или 2 раза. Не знаю, почему с чем это связано. Поэтому, дорогие друзья, если вам что-то нужно прорекламировать, обращайтесь. Берем недорого, оцениваем качественно. И, главное, честно. Вот. А у меня уже здесь. Конечно, мы не рекламируем никакие ставки, казино. Ничего. Только что-то интересное, вкусное. Чуть-чуть надо поменьше сделать огонь. Поэтому все ссылочки. Конечно же, оставлю телефон, где вы можете напрямую заказать круглые. Вам все ответят, все расскажут и по цене, и по наличию, и вообще по составу, что есть. И оставлю и телефон, и их запрещенные, которые сейчас Instagram. Тоже напишу, куда вы можете посмотреть. Видео, фото. И свои все контакты, почта. Пишите. Всегда рад. Вот-вот уже подходит. Так, я взял красивую тарелочку. Тарелочка идет отсюда. У меня нету, блин, закончилось масла, но у меня есть сметана. Что тоже, думаю, неплохо. А, кстати, о варенике, вот это вот, как я рассказывал, по пельмене с уксусом употребляют. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете. Надулись и не лопаются. А то бывает вареники, почему-то картошка расплывется. Значит, хорошо слеплены. Все, друзья. Вынимаем эту красоту. Потому что все готово. Посмотрите, какая красота. Иди сюда, моя хорошая. Так, надо лаврушечку убрать. Наверное, мне кажется, лаврушка вообще не нужна, да, в картофеле. Ой-ой-ой, горячие какие. Пусть немножечко остывают. Так, еще немножечко остывают и будем пробовать. Вообще, конечно, если делать по-человечески, так, чтобы прям вот вредненько, да, как мы любим все. У меня бабушка делала... Вообще, я сам люблю с обжаренным луком дополнительно обжарить лук и перемешать их. А еще у меня бабушка делала с этими шкварками. Ну, это такое сильно пережаренное сало до такого рыжего состояния. Это, наверное... Это не то, что, наверное, это безумно вредно. Вот, но безумно вкусно. Вот, поэтому обойдемся сегодня и без лука, лень его обжаривать. А просто вот так вот пойти. Поехали. В сметанку окунаю, прям хоть с руками. Бежит. Ты как чувствуешь, Тож? А тебе как назло нельзя такое, а? Ну, что за досады? Короче, ребят. Честно говоря, ел я и получше, и повкуснее. Не стоит оно того. Да нет, шучу. Я что сразу замечаю, что в пельменях, что в этих, очень качественное тесто. Оно настолько тонкое. А я уже много раз говорил, что я фанат теста. Для меня... Мне ничего не надо. Мне давай хлеб, тесто. Это очень вкусно. Это нежненько. И вкусненько. Картофель с луком внутри. Но я бы еще его сверху добавил. Ну, я не знаю, к чему здесь можно придраться. Честно. А придраться-то я могу. Что-то недосолил я чуть-чуть. Су сметаной, это вообще... Отво башки. Мне кажется, это все-таки диетическое. Это не сильно вредно. Да, Тош? Ой, ты моя радость. Ты прям голос подал. Ну что, тебе дать попробовать. На. Интересно, будет есть или нет. Но если Тоша честно оценит... Что, нет? Да, Тош? Подождите. Вот сейчас будет честный отзыв. Так, это все. Вот кто-кто, а Тоша врать не умеет. Что, Тош? Ну, подожди, давай, нет. Попробуем. Ну, это сейчас что такое было, Тош? Ну, попробуй. Тош, ну не может быть, а. Ну, что не так? Что здесь не так? Тош. Моя-то радость. Ну, тут можно списать только на пенсионный возраст. Не-не-не-не, Тош. Может, картошечку? Хотя бы картошечку, вот я тебе выдавлю ее. На. С лучком. Все как ты любишь. Тоша! На, на. На. Подождите. Так. Ну, что я могу сказать? Результат от Тоши 50 на 50. Тесто мы не едим, а картошку едим. Да, все верно. То есть, картошечка зашла, да, Тош? Приятного аппетита тебе. Ну, давай, еще попробуй. Еще попытка одна есть. Давай дадим шанс. Ларисе Гусеевой с Натальей. Давай. Тош, не подведи. Тоша, кушай. Кушай. Ты мой самый честный. Нет. Он его и так, и сяк. Подождите, дайте мне еще попробую. Чистую вот картошечку выдавлю. Да, а вы не знали, что у меня Тоша привередливый очень? У меня вообще не все есть. Смотрите, картошку выковырял, а теста нет. Ну, ты даешь тоже. А я наоборот за тесто. Короче, получается, я оценил тесто, а Тоша картошку. Значит, берем, да, Тош? Короче, друзья, хотите верьте, хотите нет, это реально вкусно. Если вы не верите, пожалуйста, welcome, заказывайте и увидите сами. Все очень просто. Я хочу сказать огромное спасибо Наталье и, конечно, Ларисе за то, что увидели, тоже оценили и отблагодарили. Я, кстати, тоже в ответ приготовил свой фирменный кекс и тоже их угостил. Они оценили. Я очень переживал, что он не допечется. Ну, вроде все нормально. Я отработал эту практику. Кстати, усовершенствовал этот кекс, который я вам уже показывал, у меня есть видео про него. Он реально вкусный. Да, Тош? Поэтому спасибо всем огромное. Спасибо еще раз за такое угощение. Все ссылочки все в описании, контакты. Можете воспользоваться. И вам хорошего дня, хорошего вечера. Всех обнял, приподнял, поцеловал, все сделал. Пока-пока. Пока.